За грибами вовсе не обязательно ходить в лес или в магазин. Их можно, как зелень или картошку, вырастить на собственной даче. Что для этого необходимо, объяснит заведующая отделом ботаники Тимирайского музея Елена Михеичева. Елена Николаевна, добрый день. Добрый день. Но, наверное, шампиньоны, вешенки на грядках прямо не растут. А где? Нет, как раз шампиньоны могут расти на грядке. И способ выращивания на грядке, он, в общем, довольно может быть простой. Совершенно не обязательно идти в магазин, покупать там вот эту вот грибницу, которая у нас по-научному называется мицелий. А можно собрать похожий вид в природе и затем воспользоваться одним из тех способов, о которых я потом скажу, и вырастить его на грядке. Значит, вот мы приняли решение, что хотим попытаться вырастить шампиньоны. Что нам нужно конкретно делать? Перекопать землю под ним? Или не надо? Какие внести удобрения? Что делать? Где взять рассаду? Можно ничего не делать. Если вы пошли в лес и там нашли шампиньоны, а они вполне растут у нас и в лесу, и на лугу, вы можете размножить грибницу вот этих вот лесных или луговых шампиньонов. Собственно, можно попробовать то же самое сделать и с тем шампиньоном, который продается. Только должны быть шляпки взрослые. И вот эти перезревшие шляпки кладут в воду. Лучше всего дождевая вода. И выдерживают вот эти шляпки в течение суток. Ну, сутки двое может быть. Потом процеживают через редкую ткань. Процеживают туда, где вы собираетесь выращивать эти самые грибы. А если, допустим, мы в лесу нашли шампиньон, может, надо не его брать, а выкопать немножечко и землю принести? Ну, такой рецепт тоже есть, да. Понимаете, какая вещь? Одно дело, когда вырастает грибница из споры, и это получается новый здоровый организм. И совершенно другое дело, когда вы берете часть от взрослого организма, приживется, не приживется, неизвестно. В чем особенность выращивания вешенок? А вешенки вообще растут на древесине. Совершенно бесполезно грибницу вешенки на сосну сажать. Она не будет на сосне расти. Это лиственная порода. И тут тоже есть варианты разные. Вы можете купить готовые полены с грибницей вешенки и выращивать у себя. Но в чем сложность здесь, что объем древесины относительно небольшой, и через какое-то время эта грибница просто-напросто истощается. Если из леса взять, допустим, принести пень с опятами, осенью нашли и доставили, будет расти, нет? Опята нежелательно носить к себе на участок. Почему? Потому что опята могут расти на живых деревьях. Эти споры могут попасть на живые деревья. Хотя не описано ни одного случая, чтобы опята развивались на плодовых деревьях. Но если у вас есть какие-то лиственные живые деревья на участке, то нежелательно тогда опята. А можно ли на даче приручить какие-то более благородные грибы? Подосиновики, подберезовики, белые, хотелось бы. Что-то никто не делится впечатлением о выращивании подосиновиков, подберезовиков. Хотя, наверное, такие случаи есть. Вот белый гриб, конечно, всем хочется вырастить. И есть успешные случаи выращивания белого гриба. Большое спасибо, Елена Николаевна. Заведующая отделом ботаники Тимиряйского музея Елена Михеевичева избавила нас от утомительных и часто бесплодных поисков грибов в лесу. Давайте еще расскажем, что нужно, чтобы вырастить этот деликатес самому. Легче и безопаснее всего завести шампиньоны. Им можно предложить любой закуток на участке, даже самый темный. Землю не нужно перекапывать и удробрять. Продается готовая грибница, но несложно получить споры и самому. В лесу или в поле надо взять старый шампиньон, замочить шляпку на пару дней и полученной водичкой полить выбранное место. Первые грибки будут только через год, зато такие посадки плодоносят в течение многих лет. С опятами и прочими любителями всяких пней и бревен на даче надо быть поосторожнее. Многие из них способны расти даже на живых листных деревьях, а вот хвойные им не подходят. Благородные грибы вроде белого или подберезовика вполне поддаются дрессировке. Но живут они в симбиозе с определенными деревьями. Поэтому нашли грибок, допустим, подберезы, значит и на участке у вас должна быть береза. Сеять споры надо прямо под ней.